Друзья, всем привет! Мы находимся на IFI в Берлине и мы сейчас в стенде компании Harman. Тут представлены акустики GBL, AKG, собственно говоря, сам Harman Kardon. Давайте посмотрим, как выглядит их стенд прямо изнутри в закрытой зоне. Поехали! Отдельный респект за вот этот стенд, он прекрасен. Очень много наушников, выглядит здорово, этот фирменный восклицательный знак круто. Есть даже совместные разработки GBL с Under Armour и побежал сразу. Ой, а чего я сам с тебя слышу? Короче говоря, идея наушника в том, что там есть кнопка, которая останавливает музыку, ставит на паузу, включается микрофон и вы слышите то, что происходит вокруг, не снимая наушников. Идея в том, что вы занимаетесь и вам тренер должен что-то сказать. Вы нажали кнопку, просто там, я не знаю, висите. Нажали кнопку и слышите вашего тренера. О, yeah, I can hear you. Да, действительно слышно, причем я слышу сам себя. Странное ощущение. Ну, прикольно для занятий, то, что надо. И амбаршуры очень мягкие. По всему, по всем стендам в этом зале находятся различные велосипеды, какие-то маленькие горки, что-то течет, водопадики. Очень все прикольно. И это показывает позиционирование компании JBL, как продуктов для тех, кто любит активный отдых или активный спорт. Очень прикольный стенд, который демонстрирует наушники с хорошей звукоизоляцией. Это просто симулятор метро. Ты садишься, как в метро. Тебе одевают наушники. Можно послушать, как работает шумоподавление, что можно ехать и не слушать окружающие звуки. Я думаю, что в наших метро это особенно актуально, потому что в метро люди бесят. Отдельный стенд посвящен акустикам с Google Assistant. К сожалению, сейчас он недоступен, еще не локализирован в наших странах. Нет русского языка, но на английском оно уже все работает. Есть серия JBL Link. Link 10, Link 20, Link 30. Как я понимаю, они различаются мощностью, некоторыми функциями. Интересно, когда наконец это появится у нас, потому что можно, во-первых, удобно включать музыку, говорить Hey Google, включи там джаз. Hey Google, включи какую-то определенную песню из Google музыки. Это здорово. Работает уже на английском и, в принципе, можно покупать и пользоваться. Ну, просто не поддерживаются наши сервисы, поэтому не раскрывают всех возможностей. И тут же находятся системы для умного дома Harman Kardon. Так как это, в общем-то, одна и та же компания, просто разные суббренды, то я думаю, что смысл тот же понятен. Очень много, кстати говоря, на выставке устройств, которые работают с Google Assistant. Это очень популярно, люди этим пользуются. И стенд Harman Kardon он не исключение. И тут же находится еще вот такая штука, называется Link View. Это акустика, прям вместе сразу с дисплеем. Вы можете поставить на кухне, попросить ей показать какой-то рецептом. Hey Google, покажи, как сделать пончики домашние. И он прям на этом экране показывает. Это прикольно, то есть вам не нужно там планшет носить в кухне из кухни, а вот у вас прям вот одно устройство, которое и дисплей, и акустика. Это прикольно. О, кстати, посмотри, смотри, как прикольно. JBL представила акустики портативные для детей. Смотрите, какие они милые. Они светятся, они светятся, очень прикольно выглядят. Они, кстати, блин, они так хорошо сделаны. Вот за что мне нравится JBL, это вот за качество. Вот ты берешь, она не сильно тяжелая, потому что зачем ребенку тяжелая колонка. Они легенькие, но очень приятные. Еще и с подсветкой. Здорово. Называется JBL Junior Pop. JBL Pop. И также представлены детские наушники, но мы их уже, в принципе, видели. Вот эта штука интересная, это JBL с радио. Прям с экранчиком можно слушать радио. Прикольно. Тут находятся уже акустики, которые мы уже все знаем, с исключением Charge 4, вот она новая. Мы ее еще не тестили. Очень прикольно выглядит, надо будет послушать, как она играет. А, и вот что очень интересное, что очень интересное, то, что вот я прям вообще обалдел, это вот та колонка JBL, огромная. Давайте на нее посмотрим. Вот это просто лучшее средство, чтобы раздражать и бесить соседей. Шучу. Она, кстати говоря, на улице стоит, играет, просто вместо больших колонок. Кстати, можно нажать Try Me. Офигенно играет. Вы знаете, вот даже на выставке тут шумно. Отовсюду играет музыка, играет она очень здорово. Вот звук прям такой сочный, как я люблю. Есть два варианта. Пати бокс 200, пати бокс 300. Я, кстати, не знаю, какая это именно версия. Я думаю, что это та, которая больше. С подсветочкой, все как положено. Я, кстати говоря, к таким акустикам относился со скептицизмом, потому что я не мог понять, где их можно применять. Но вот я когда-то пользовался такой большой акустикой другого бренда дома. Вот это, конечно, было соседям тяжело. Тут, кстати, телефон можно поставить. Вот так вот удобно. Или планшет. Прикольная штука. Мы обязательно возьмем на тест и посмотрим, насколько это раздражает окружающих. Потому что они созданы для того, чтобы сделать вечеринку и чтобы вам было весело, а остальным уже, ну, как получится. Обожаю стенды JBL за то, что они делают вот так. Они просто выставляют свою колонку, заливают ее водой, включают и можно посмотреть, что им все равно на воду. Как они хорошо играют. Даже с водой. Ну и представлены вся линейка портативной акустики Boombox, Extreme 2, Pulse 3, Charge 4, Flip 4, Clip 3 и Go 2. Мы, кстати говоря, обзор на эти акустики уже сделали. Я думаю, что на следующей неделе как раз выйдет. Очень понравились. Особенно порадовала, вот как играет вот эта малышка Go 2, которая просто помещается на ладони. Но звук у нее прям очень, очень и очень. Charge 4 вот жду. Должно скоро приехать. Мне дадут тоже на тест. Интересно, как она поменялась. Может, даже сделаем сравнение Charge 3, Charge 4. Здорово. Здорово. И, конечно же, Pulse 3. Красота. Идемте на улицу и говорят, там есть Lamborghini. Я, честно говоря, когда включил, тут стояла сильно большая громкость. Мне кажется, у меня бочки местами только что поменялись. Это аудиосистемы JBL, которые как демо-стенд поставили Lamborghini просто. Ну, согласен, что же сюда ставить, если мне Lamborghini для демонстрации аудио-возможностей. Годные играют. Хорошо. Хорошо тут. Идемте еще дальше. Посмотрим, что JBL показали. Ох, как сложно-то вылазить. Давайте посмотрим на еще одно помещение. Я не могу это назвать стендом. Тут отдельные прям залы. Тут находятся домашние системы JBL. Вот это очень интересная тема. Я как раз выбираю домой домашнюю какую-то систему для кинотеатра. И тут прям вот очень здорово сделано, оформлено прям как комната. Все правильно стоит, все правильно настроено. Можно тоже посидеть, послушать. И системы, ну, очень красивые. Вот этот войлок, это тренд. Давайте посмотрим, что еще дальше есть. Зацените. А? Буфер какой. Не черная безликая коробка, а тоже войлочная. Ну, это не совсем войлок, это скорее ткань все-таки. Ну, выглядит класс. Система умного дома Харман, которую мы видели там на стенде. Тут они в интерьере. Смотрите, какие вот эти красивые. Как я понимаю, эти системы работают в стерео, в паре, но не подключаются к кабелям. То есть и это вставлено в розетку, и это вставлено в розетку. Это здорово, потому что двухполосные такие системы, как правило, соединяются еще вот таким вот длинным аудиокабелем, который вот так у вас висит где-то, а тут все без проводов. Отличный стенд, хорошая выставка. Конкурсы веселые, ведущий. Идемте дальше, еще посмотрим. Кстати, ковер класс. Я бы домой такой бы купил бы. Ковер вообще отдельно надо заснять. А еще я бы вот этот ковер на стену забрал бы вот это. Это же тоже ковер, правильно? Кстати говоря, знаете, что классно? Вот такую штуку в студию было бы здорово повесить. Она звук хорошо поглощает. Вот это, кстати, войлок. Это идея для нашего архитектора. Наташа, если ты смотришь это видео, все тут. Что-то мне это напоминает. Я не помню, как она называется, но она с Amazon Alexa. Это не из Google Assistant, а с Amazon Alexa. То есть они делают из Google Assistant и с Amazon Alexa. Прикольно, кстати, выглядит, да, маленько? И размера небольшого. Ну, так, чтобы вы понимали, вот рука. Достаточно компактная. Вот это, кстати, прикольная инсталляция. Как установить, что находится внутри саундбара. Видите, специальные какие-то аудиоканалы, ой, воздушные каналы, которые там выводят правильно звук. Здорово, прикольно выглядит. Я вообще люблю, когда вот на стендах показана начинка. Это очень прикольно. Ну, можно посмотреть, как оно там внутри. Интересно ж. Это комната, которая демо-стенд домашнего кинотеатра. То есть тут такая звукоизоляция. Ты можешь посидеть, вот представить, как это будет работать у тебя дома, если ты сделаешь себе домашний кинотеатр. Ну, звучит круто. Прям такой вот насыщенный звук, класс. Я думаю, надо в Ламборджини пойти, уехать на ней. Поехали, заберем Ламборджини. Вот так выглядел стенд, вернее, даже не стенды, а целая просто огромная площадь демо-зона Харман. Харман Кардон, JBL, AKJ. Представлено очень большое количество продуктов. Причем интересно наблюдать, что компания занимается выпуском не только наушников и портативных акустик, как мы привыкли видеть. Тут и автомагнитолы, и системы для умного дома. Я сейчас говорю про акустики с Google Assistant и Amazon Alexa. И прекрасные домашние кинотеатры, которые нам даже удалось послушать. Ну, и вот звуковые системы. Ну, это вообще, это прямо вот центр ИФы вот в этом Ламборджини. Ребят, всем спасибо. Впереди еще несколько видео про выставку ИФ. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк за это видео. Мы сделаем отдельный плейлист с видео с ИФы, поэтому будьте на связи. Всем хорошего дня, яркого настроения. Пока!